Андрей Андреевич, ну давайте сходу без раскачки поговорим о самых главных событиях, которые происходят прямо сейчас. На мой взгляд, я не знаю, хочу сверить с вами часы, как вы на это смотрите. Мне кажется, сейчас, прямо сейчас происходят какие-то очень важные тектонические сдвиги. У меня такое ощущение, что все-таки Соединенные Штаты Америки начинают возвращаться к роли ведущей мировой державы. Они, собственно, никогда с этой роли не уходили. Но вот последние события и решительность по уничтожению террористической группировки хуситов, которые проявляют Соединенные Штаты вместе с союзниками. Вот, естественно, Россия, как всегда, выступила защитником всех террористов, всех пиратов. Вот, появившийся визит премьера Великобритании в Киев, появившийся в Нижней Палате представителя план победы Украины. Вот, все это вместе, мне кажется, показывает, что Соединенные Штаты Америки возвращаются в качестве мирового лидера, готового просто-напросто дать отпор многочисленным проявлением вот этого гигантского террористического спрута, центром которого является Кремль. Ваше ощущение от происходящего? Да, мне тоже кажется, что нам все-таки удается, нам с вами, со всеми людьми, принадлежащими к свободному миру, удается все-таки втащить Соединенные Штаты, зашивая обратно мировую политику, несмотря на все ее сопротивление. В который раз я вспоминаю знаменитую фразу Черчилля. Он был в том же положении в 1940 году, он бомбардировал Рузбельта одним и тем же посланием «оружие, оружие, оружие», и он тогда сказал, что американцев можно положиться, они всегда примут правильное решение, но только после того, как испробуют все остальные. Вот что-то подобное происходит и здесь, но уже доходилось до совершенно абсурда. Они тянули даже с этими хуситами, они что надеялись, что Израиль, кроме того, чтобы он взял на себя все основные удары иракских проксий, это их избывая Хамас, он еще должен хуситами заниматься, которые, собственно, Израиль это особой военной угрозы не представляет, но уже разрушили половину мировой торговли. Ну вот, в конце концов, несколько томагавков было запущено. Это правильный, конечно, шаг, но больше меня в череде тех событий последней недели вдохновило, конечно, документ, который дословно называется «Propose Plan for Victory in Ukraine». Официальный документ Республиканской партии, вот вы его представили, он представлен тремя председателями комитетов в Парате представителей республиканцев. Это Митчелл Макколк, председатель комитета по иностранным делам, Майк Роджерс, председатель комитета по оруженным силам, и Майк Тернелл, председатель комитета по разведке, то есть все ключевые комитеты, связанные с внешней политикой. И тут каждое слово, каждый предлог важен в этом документе. Между прочим, вот «Победа не в Украине», сказано, «Победа в Украине». Он подчеркивает, что это будет победа и в Украине, и Соединенных Штатах, и в Украине идет один из фронтов мировой войны, абсолютных сих зла, бросивших вызов свободного мира. Именно вот эта концепция, прежде всего, состояния дел в мире характера Четвертой мировой войны, которую мы с вами уже несколько лет здесь разрабатываем, предполагаем мировому сообществу, она находит очень четкое выражение в этом документе. Очень он грамотно построен райгеновским крылом республиканской партии. Он как бы отталкивается, отталкивается даже вот от этого критики и подрывной деятельности другого трампистов, которые вот затормозили пересталение финансового. У них два аргумента, что, во-первых, там, ну это старая песня, она два года уже разрабатывается российскими агентами, разворовывается американское оружие в Украине, оно потом находится на Ближнем Востоке, это первый. А второе, что, собственно, мы добиваемся в Украине? Мы потрачены миллиарды долларов, неизвестно с какой целью. Ну, во-первых, в этом документе, вы его, я вижу, прочли подробно, есть специальный раздел, опровергающий эти фейки о якобы исчезновении американской помощи. Там подчеркнуло 97 аудитов проведено по линии Пентагона и других контролирующих органов. Не найдено ни одного айтема, ни одного изделия из американской помощи, который был бы неправомерно где-то использованный, а не на поле боя в Украине. И что же, они воспринимают вот эту критику трампистов, что не сформулирована цель. Да, не сформулирована, а вот мы ее формулируем. Это цель победа. Победа в Украине с сил международной коалиции, полный вывод российских войск, наказания военных преступников, гарантии безопасности Украины и восстановления экономики Украины, в том числе за счет репарации. Они предлагают, требуют, да, и очень подробный, подробный перечень, такой тайм-тейбл всех вот нерешительных шагов байденской администрации. Ну, мы же с вами каждый раз это проходили за последние два года. Каждый новый пакет вооружения, это сначала Хаймерсы, потом Петриот, Эбрамсы, все, с самолетами сейчас идет, сопровождался колебаниями. Сначала нет ни в коем случае, потом нет, может быть, дадим. Вот это все анализируется. И вывод очень жесткий. Ну, во-первых, первое такое решение, первые последствия этого документа, что, конечно, каким-то образом вопрос финансирования будет решен. Потому что, ну, что вся республиканская партия высказала за большую помощь Украине. Поэтому ближайшие, не то что недели, дни, я думаю, вопрос финансированный будет. Это сейчас не вопрос. Сейчас вопрос, как вот использовать эти 61 миллиард эффективно для того, чтобы обеспечить быструю победу Украины. Они найдут, я не исключаю, что этот документ настолько критичен к администрации, что, может быть, даже они выдадут какой-то другой законопроект о помощи. Но, во всяком случае, никакой задержки в финансовой помощи в Украине не будет. Значит, три основных требования. Пакеты вооружения для победы. Они перечисляют все в деталях. Все, о чем мы говорили здесь месяцами. Это не 18 самолетов, которые, видимо, предоставили сейчас уже Герланды, а 180 самолетов F-16. Это, кстати, ясно, мы все гадали, есть уже, это, кстати, или нет. Да, есть, но они переданы дальностью на 100 миль. Это вдвое увеличивает действующую дальность Хаймерсов. Но это не самая дальнобойная ракета. Есть образцы, которые с дальностью 180 миль. Они требуют немедленно передать эти вещи. Ну и, соответственно, противовоздушная оборона, расширение производства артиллерии. Просто снарядов даже уже просто физически не хватает производственных мастерстей в Соединенных Штатах. То есть очень практическая программа поддержки помощи Украине. И, собственно, даже не помощи, а, как сформулировано правильно, нашей победы в Украине. Вот как сформулирована эта программа. Ясно, что республиканцы, вот это Регеновское крыло, оно намерено поставить в центр предвыборной кампании критику Байденской администрации за недостаточную помощь Украине. И у нее есть, у Регенского большинства есть кандидат, замечательный президент Ники Келли, которая реализует эту программу. Она очень уверенно набирает позиции. Ну, я вот, например, проведу остановку Сев-Ключеву всегда в американской предвыборной кампании десятилетиями очень важен был результат Нью-Хамшири. Он как бы задавал, прамер Нью-Хамшири задавали тон избирательной кампании. Вот, я думаю, не всем даже известно, Украина уже сейчас. Последние опросы общественного мнения три дня назад, они уже, по-своему, были удивительны. Трамп 37%, Хелли 32%, Кристи, губернатор, тоже по своим позициям очень по-украински, близкий Хелли, 10%. И вот, за два дня назад, перед решающим дебютом, Кристи снял свою кандидатуру. То есть, практически, сейчас уже не было еще вопросов после снятия кандидатуры, ну, ясно, что как минимум половина его избирателей будет государствовать. То есть, Хелли уже сравнялась или чуть опережает Трампа в штате. Это очень важный результат. Будем ждать 23 января. То есть, идет такое Регановское крыло, пробудившееся, недовольное, недостаточный темпом поддержки. Администрация Байдена, она решила вот в центр избирательной кампании поставить именно Украину и критиковать Байдена, это очень позитивно. Да, и там же, конечно, в этом документе очень правильно связываются оба фронта войны с силами зла, это Израиль и Украина. Ну, это понимает американский кандидат, понимаете? Вот первая реакция того же Байдена после, мы же 20 раз это цитировали с вами, после нападения террористов, она была очень позитивна. В своем обращении к нации 9 октября он Украину, слово Украина использовала, может быть, даже чаще, чем Израиль. Он все время делал связку Путина-Хамаса. Хамас хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину, мы никогда это не позволим. У нас достаточно сил поддержать нашего союзника и в Европе на Ближнем Востоке. К сожалению, вот эта позиция за три месяца, она несколько слаба в результате невероятного напора на Байдена, на администрацию его лево, его называют обычно леволиберальным, у него ничего не леволиберального, я бы сказал, леворадикального крыла, вот этой школы Vox Culture, школы вины Соединенных Штатов перед угнетенными народами мира. Ну, мы же видим какую бешеную прополистическую пропаганду. Они ведут, и вот я любил цитировать замечательное, еще раз повторю, замечательное высказанное Блинкино в один из первых дней, он был в Израиле, сказал, мы знаем, что у вас здесь много врагов, и вы с ними сможете справиться, но never, never, as a long as America exists, показывает, что ведь Америка, вам не придется с ними сражаться одними. Мы всегда будем рядом с вами, но как-то это не очень реализуется за последние три месяца, и вот последний визит Байдена через три месяца, не Байдена, а Блинкина, он был посвящен тому, чтобы как-то убедить, убедить Израиль, ну и остановить операцию в Газе, и ни в коем случае, ни в коем случае, не, не, вот это, меня бесит все время американская вот эта лозунг, не допустить эскалации, вот это часто мы слышим, и про Украину, когда они не допустят эскалации. Слушайте, Байден сам признал, что Хамас и Путин хотят уничтожить Украину и Израиль, то есть они довели войну до уровня эскалации, геноцид украинского и еврейского народа, а вы все кричите, какой-то эскалации не допустить, значит, ваш призыв не допустить эскалации, значит, не оказать сопротивления, не оказать, не носить удары по этим негодяям. И вот, к сожалению, вот такие были мотивы визита Блинкена, и вот, конечно, по крайней мере, удар по этим фуситам, но меняет вот этот вектор. У Соединенных Штатов, Всего Свободного Мира есть удивительное окно возможностей одержать победу над двумя фашистскими режимами, кстати, третий из них, и это очень важно, я все время напоминаю, товарищ Си, очень неглупый политик, он понял, что что-то очень сильно меняется после того, после того выступления Байдена, когда он тут послал два венера, наконец, кстати, авианосцы сегодня утром заработали, вот, и он же примчался в Сан-Франциско и заявил, что, ну, мы в обозримом будущем, мы рассматриваем, конечно, проблему воссоединения с Тайванем, но только исключительно мирным путем, и этот тезис сейчас все время повторяется в Пекине, то есть он же рассчитывал взять Тайвань голыми руками, он подтолкнул Путина на войну с Украиной и Иран на войну с Израилем, и он рассчитывал, что поражение, в любом случае, или Путин достигнет победы над Украиной, или будет уничтожено, это будет колоссальное унижение Соединенных Штатов, которое, соответственно, скажется на Дальнем Востоке, после чего он сможет взять Тайвань просто голыми руками, он увидел, что этого не выходит, а ради этого он, в общем, по существу, пустил под откос китайскую экономику, всех этих гигантских достижений китайцы достигли, и то, что они вытащили миллиард человек из нищеты, и в технологическом отношении приближились к Соединенным Штатам, так как никогда к ним не приближался Советский Союз, даже в свои лучшие годы, было достигнуто благодаря заветам донциапины, конструктивным отношениям с Соединенными Штатами. Сейчас все это ухудшилось, экономика летит в чертовой матери, и Уси явно, он же пошел на ванчурова, сказал, дайте мне третий срок, и я вам верну Тайвань. Сейчас видно, что никакого Тайваня он не сможет вернуть, а экономика подверглась очень серьезному шоку, и вы знаете, там у них исчезают министры, премьеры, бывшие, там очень сильное сопротивление, поэтому он вынужден был в этом плане отступить. Остались вот эти два негодяя, Путин и Иран, и для этого все в руках американцев. Для этого нужно очень просто, вот воспользовавшись республиканским планом победы Украины, предоставить набор оружия, необходимый для победы, а на Ближнем Востоке придется немножко и пошевелиться. Нужен совместный удар украинских и израильских военно-воздушных сил и американских военно-воздушных соединений по Хазбале, конечно. Одним из альтянам не справиться. Ну, а удар по Хазбале, Хазбала это стража по существу Ирана, это его сдерживающая потенциала против ликвидации его ядерной программы, а потом покончить с ядерной программой и, соответственно, с высшим политическим руководством Ирана. И это откроет прекрасные перспективы для Ближнего Востока, потому что именно об этом мечтают и все суннистские режимы, об этом мечтают и Саудовская Аравия, и Объединенные Эмираты, и Бахрейн, которые, кстати, приняли участие в вчерашней операции. Бахрейн официально, а Саудовская Аравия и Объединенные Эмираты предоставили воздушное пространство. И все время мучают израильтянам вопрос, а что потом? Вы уничтожите Хамас, а что вы делаете в Газе? Так вот, если останется Иран и его руководство, то, конечно, они будут продолжать спонсировать другое поколение террористов. А после ликвидации Ирана возьмутся за наведение порядка умейные арабские режимы. То есть, путь к такому миротворению Ближнего Востока, европейской безопасности, безопасности Ближнего Востока, он четко просматривается. Во-первых, благодаря героической борьбе украинского и еврейского народа, которые берут на себя оба фронта этой борьбы. А во-вторых, благодаря этому громадному потенциалу военному первой державы мира. Не хватает только политической воли Соединенных Штатов. И вот вы начали нашу беседу с двух событий. Удар по хуситам и новая позиция республиканской партии, Регановского крыла. Это как раз и два проявления вот той политической воли. Последнее, хочу сказать, комплимент. Я думаю, в обоих случаях большую роль играет Британия. И не случайно сегодняшний визит Рижа-Сунок. Это на фоне разговоров, что мир устал по Украине. Британский премьер приезжает с пакетом военной помощи и обсуждения. Британия, мы помним, какую выдающую роль и сыграл премьер Джонсон в первые месяцы войны на ту борьбу, которая развертывалась внутри Байденовской администрации. Британия, она продолжает быть таким моральным лидером сопротивления. Но для них, еще раз повторю, для них это Украина, это ремейк их исторической молодости 1940 года, когда они были один на один с Гитлером боролись, а сейчас Зеленский один на один с Путием. Андрей Андреевич, спасибо за Ваш анализ. Я хотел бы, чтобы в завершающей части нашей беседы мы сверили с Вами часы по таким вопросам. Понятно, что мы все сейчас, все нормальные люди болеют за победу Ники Хейли, внутри республиканской партии, потому что те же самые прогнозы социологические, я тоже очень внимательно слежу за этими прогнозами, за исследованиями ведущих социологических фирм, и показывают, что если в финале встретятся, так сказать, Ники Хейли и Байден, то там разрыв будет огромный в пользу Ники Хейли. Это просто очевидно. Просто очевидно. Ну вот вопрос, конечно, первый мой вопрос. Все-таки победа над Ники Хейли, над Байденом, она очевидна, а вот победа над Трампом внутри республиканской партии не очевидна. И каков будет расклад, если все-таки, к большому несчастью всего человечества, все-таки в республиканской партии Ники Хейли не удастся победить, и, так сказать, все-таки, есть ли такой вот фантастический, на мой взгляд, шанс, что если Ники Хейли не выходит внутри республиканской партии, может ли она, я сейчас, может быть, скажу какую-то ересь, может ли она пойти отдельно, как самостоятельный кандидат? Вы знаете, параллельные вопросы задаются, а если Трамп потерпит поражение, может ли он пойти отдельно. Это вот, кстати говоря, если это произойдет, это будет очень неплохо, потому что я думаю, что Трамп в этом случае потерпит поражение. Но вот что касается Ники Хейли, это первый вопрос, но просто, чтобы вас не перебивать, я сразу еще вдогонку задам вопросы, касающиеся других точек напряжения, потому что, ну, то, что Хуситов, так сказать, уничтожит, если не удастся с воздуха, то я не исключаю, что и наземная операция, возможно, и все-таки у них там тоннелей нет, у них нет этого метро чудовищного, я думаю, что это, причем в том, что их много, их там, конечно, гораздо больше, чем хаман. Сотни тысяч, нет, не так уж много, но сотни тысяч есть, да. Ну, да, там, ну, и в целом все-таки... Да это просто армия, армия именно... Да, это большая-большая армия, и сами общее количество Хуситов, как население, их, конечно, гораздо на порядок больше, чем сектор газа, там громадное все-таки большое население, поэтому это проблема. Но, тем не менее, это проблема, конечно, американцы решат, у меня нет наличных сомнений. А вот другие точки напряжения, ну, например, вот в последнее время, совершенно очевидно, очень сильно активизировался Ким Чен Ын. Вот ваша оценка, и причем он сейчас очень плотно ориентируется на контакты с Россией, на Путина. И может ли это создастся еще один очаг напряжения, тем более, что он зубы точит на Южную Корею и явно рассчитывает на технологическую помощь со стороны Путина. Ну и, наконец, я понимаю, что Си Цзиньпин сейчас очень занят внутренними проблемами, у него там внезапно обнаружилась бездна в армии, он занимается коррупцией в армии, расстреливает там всех подряд. Но, тем не менее, вот послезавтра выборы в Тайване, и тут от этого может ли что-то зависеть? Тут три вопроса. Значит, по поводу вероятных различных разворотов в избирательной кампании США, вот прежде всего связанной с этой парой Ники Хэйли и Трамп, разные варианты сценарии. Второе – это Ким Чен Ын, и есть ли там серьезные угрозы. И третье – все-таки какие-то различные варианты влияния выборов послезавтрашних в Тайване. Может ли это привести к какому-то обострению? Вот три вопроса. Самый легкий вопрос – третий. Никому обострению это не приведет. Си, понимаете, Си прекрасно никогда не рассчитывал на военное решение проблемы Тайваня. Но он знал прекрасно свою армию, а сейчас и знаем, и мы. Там ракеты водой заливают генералу. Последний опыт использования вооруженных сил Китая, вы помните, это война с Вьетнамом, которую они позорно проиграли. Поэтому весь его расчет был чисто психологический. Нанести поражение кому-то из союзников Соединенных Штатов в Европе на Ближнем Востоке, демонстративно унизить и, собственно, выкинуть из мировой истории Соединенных Штатов. А потом углыми руками взять Тайвань. Ну и вот он понял, что этот пран не удался. И сейчас ему не до того, что сейчас ему надо латать дыры внутри. Вот объяснять, почему он пошел на такой громадный риск экономики. Это совершенно спокойно. Что касается Кореи, да. Тут, собственно, это тяжелый случай сумасшедшего. Трудно что-то твердое решать. Но, тем не менее, все-таки эти люди, ну, как, долб***ь, долб***ь, но мы его не ест. Я думаю, что товарищ Ким тоже не чуждо ему прелести жизни. Знаем мы его. Еще приобретенные в юности Швейцарии и такие сиборитские привычки. Но, опять же, он понимает, что любое прикосновение к ядерному оружию это личная смерть для него. Ну, та же самая старая... Вы же заметили, что мы уже с вами как-то примерно год не дискуссируемо применит ли Путин ядерное оружие. Это было... По-моему, мы эту тему проработали и всем все стало ясно. Ну, в общем, это то же самое. Это блеф. Вот, что касается... Но это более серьезный человек. Он может какие-то там... Он продолжает шантаж, он может. А Си настроен на то, чтобы вернуть американские инвестиции, вернуть американские технологии и продолжать идти вот под тому заложенному Дэн Сиан Пиену пути. Давайте воровать всего американцев и молчать в тряпочку до 2050 года. По-моему, он вернулся на эту траекторию. Вот, что касается... Вы знаете, невероятно, я вам скажу, две недели... Вот те цифры, которые я вам примел, то, что борются наздрю в наздрю, как говорят сейчас Хэлли и Трамп в Нью-Хэмпшене, они были немыслимые и фантастичные еще... Ну, еще в прошлом году, еще в декабре прошлого года, еще несколько недель назад. Идет очень сильная такая консолидация республиканского эстеблишмента, финансовая, да. На Нью-Хэле работают не только республиканские, но и демократические доноры. Я, когда вы сказали, что сейчас зададите какой-то невероятный вопрос, я даже подумываю, из такой сферы невероятные, они объявляют, они предложат в линейке Хэлли демократы стать общим кандидатом. Ну, потому что у них тоже дела-то плохие. Понимаете, Байден вот совершил, вот вчерашний атака, он уже мечется, вот он за эти три... Вот страшная сцена была в Чарльстоне, такой городок есть, по-моему, в Каролине и в Клараде, запутался в этих штатах. Он выступал на предвыборном митинге. Ворвались, конечно, вот эти сумасшедшие прогрессисты, кричали ему, что у него кровь на руках, что в Газе гибнут дети и так далее. Но этих прогрессистов выбили полиция. Так он начал плакать, что, да, я прекрасно понимаю этих людей, да, я понимаю их озабоченность, их гнев, их боль. И вы знаете, я за сценой все время работаю в этом управлении. Я все время стараюсь в своих беседах с Натаньяху убедить его прекратить военную кровь. Представьте, какой шок. Ну, во-первых, это совершенно немысливо, с точки зрения любого депутатиста. Но вот это, он смертельно напуган этим левым. Потому что он теряет. Почему он проигрывает сейчас уже пять? Потому что вот три группы, которые сделали его президентом, три консолидированные группы, те же самые левые прогрессисты, это афроамериканцы, которые все голосовали за Байдена, а сейчас против, потому что, ну, об этом долго говорить, не будем на это тратить время, они тоже симпатизируют в Палестине. И молодежь, вышедшая из университетов, где их учили лучшие профессора, типа Наума Хомского, о том, что Америка виновата всеми народами мира, и вообще любое поражение Америки в любой войне это победа для всего человечества. И вот эти люди отказывают в поддержке Байдена, его рейтинги. И он отчаянно пытается сыграть им навстречу и теряет сторонников, ну, нормальных сторонников своих демократических партий мира. И вот бросается в обратную сторону, ударяет на колес Пахусикин. Уверен, что здесь Великобритания сыграла решающего. Но Байден потерял все. В республиканской партии говорят открыто о его замене. Причем вот эти леваки выставляют свою кандидатуру. Но она не имеет никаких шансов, но неважно. Это Мишель Обама. Она еще больше левачка, чем Барак Обама. Возможно, нам предстоит такая избирательная кампания между двумя дамами. Мишель Обама Ники Хелли, которого Ники Хелли победит полностью. Это было бы счастье вообще, если бы такое было. Это идеально для нас. В любом случае, любой расклад с участием Ники Хелли это выход вообще из глобального кризиса. Андрей Андреевич, я просто понимаю, что я сейчас говорю какие-то совершенно фантастические вещи. Я просто выскажу такую гипотезу. Понимаете, я не специалист в американской политике, но тем не менее мы все видим, что чудовищный совершенно кризис политической партийной системы США, который в принципе может прийти к тому, что на выборах в соревнованиях за главный пост на планете Земля, пост американского президента, могут теоретически сойтись два инфляция глубоких тяжелых инфляциях первой степени. Один инфляция так сказать ментально политический Трамп, а второй инфляция физически этический Байден. То есть два глубочайших инфляция недееспособных строго говоря даже по очередным характеристикам. И вот этот чудовищный конфликт не кажется ли вам, что я высказываю безумную гипотезу, что может стать основой серьезной реформы политической системы. Условно говоря, опять-таки, либо возникновение какого-то другого переформатирования, то есть на самом деле очевидно, что разогнались по флангам ультраправые и ультралевые центра нет. Нет того самого Рейгановского, Рузвельтовского, Трумановского, то есть центра, который всегда был в Соединенных Штатах Америки. Вы просто повторяете самые дорогие для меня тезисы. Именно так. И знаете, разорвала вот эта система Праймерис, потому что на Праймерис идут обычно самые ангажированные сторонники партии со своим каким-то кандидатом на Праймерис побеждают более радикальные. Побеждают часто вот эти левые либералы-демократы и зеленисты республиканские. Нет сейчас нет уже нет ни классической республиканской, ни классической демократической партии. Есть леватская совершенно партия внутри демократической, почти половина ее. Ну и кстати большое преимущество этой партии мы ее видим она полностью обладела всей так называемой качественной медиа Соединенных Штатов Нью-Йорк Тайм они уже работали на этой партии. И есть изолеонистская в духе вот этого знаменитого летчика Линдберга 30-х годов партия изолеонистская трампистская партия республиканцев. А вот эти два вот сейчас пытаясь Америка вот в этой в этот раз мы видим каким-то чудесным образом она может быть спасена вот этим союзом регионских республиканцев и как вы сказали я бы назвал их Трунновскими демократами. Но это же ненадолго а нужна вот эта двухпартийная система в которой есть такая тенденция активизации радикальных течений в обеих партиях она конечно себя изжила. Нужна вот классическая партия глубинного американского государства и вот возможно победа победа в четвертой мировой войне победа достигнута в общем благодаря громадному сопротивлению слушайте возьмем американскую институтацию там же ну кроме того кроме левого крыла сейчас наиболее опасно левое крыло да мы же все время с вами боролись с этими сторонниками так называемого статуса реал политик Селивана и Селивана Бернс на практике они просто работали как агенты Кремля да они потерпели сейчас поражение внутри Администра но они никуда не делись вот очень интересный документ недавно появился такой совершенно технический список посетителей господина Селивана в Белом доме каждый день ему на работу ходит Сэм Чероп так называемый это герой Валдая и он прогремел неделю месяц назад с докладом Рэн Корпорэшн там на сайте Рэн Корпорэшн был абсолютно капитулярский доклад но это человек хуже хуже Саймса и Дмитрия Саймса и Тома Грэма и новое поколение этих негодяев то есть вот эта линия она никуда не делась вот если этим чудом каким-то Америке все-таки удастся спасти себя в этот раз глубинному государству то надо все-таки институизировать вот эти силы глубинного государства силы которые видят Америку как лидера свободного мира и конечно глубокая политическая перестройка предстоит но это нельзя сделать сейчас на ходу сейчас надо выигрывать эти выборы и выигрывать четвертую мировую войну Андрей Андреевич спасибо вам большое спасибо за за ваши идеи за ваш вклад потому что я знаю что вы не просто наблюдатель вы не просто так сказать от нас от всех присматриваете за политикой Соединенных Штатов Америки но и пытаетесь влиять ну и надеемся что ваше влияние оно окажет существенное воздействие на то что происходит ну и все желаем победы в этих выборах Ники Хейли ну а самое главное победа Украины спасибо большое Андрей Андреевич дорогие друзья я на этом завершаю нашу беседу с нами был Андрей Андреевич Пианковский всего вам доброго берегите пожалуйста себя спасибо Игорь Александрович до новых встреч до свидания субтитры